1, 2, 3 Продолжаем, не так ли? Всем знакомая модель NARU? Могу предположить, что у некоторых из нас модель NARU находится уже на третьей, а может быть даже на четвертой ступени пирамиды компетенции. Именно поэтому я не буду напоминать, что скрывается за этой формулировкой. В любом случае, мы с вами остаемся в зоне работы. Что мне хотелось бы предложить вам сделать? Проведите, пожалуйста, разговор про движение с тем самым сотрудником, о котором вы писали на листе, на формуляре позитивное и негативное качество. Исходя из того, что вы знаете о нем позитивного, построите с ним разговор, начиная с позитивной информации. После того, как он продолжит и вступит с вами в диалог, продолжите удлинять эту позитивную информацию. Меняйте направление разговора. Я очень надеюсь, что у вас достаточно материала для того, чтобы говорить с ним в позитивном ключе. В конце концов, перейдите с ним на тему о том, чувствует ли он себя таким образом, что он полностью выполняет все те задания, все те поручения, которые вы ему поручаете. После этого переходите к основному вопросу любого руководителя. Что ты предлагаешь? Исходя из этого, снова поудлиняйте позитивные сигналы. Согласитесь с тем, что его идеи имеют право на существование. Позвольте ему озвучить все свои идеи. Может быть, удивитесь и узнаете что-то новое. И, конечно же, в результате оставайтесь конкретным. Договаривайтесь о времени, о цифрах, о датах, о бумагах, о встречах. Дорогие друзья, предлагаю использовать вот эти вот пять пунктов во время проведения разговора про движение. Разговоры про движение, которые вы построите на основе той информации, которую вы собрали о своем не очень хорошем, но и не очень плохом сотруднике. Зафиксируйте все на бумаге. И эти данные мы будем использовать, когда мы будем с вами работать на нашем онлайн-курсе. Желаю удачи. Уверен, что у вас получится. До встречи. Продолжение следует...